Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня крайне важное видео. Почему при раке нельзя есть ничего сладкого? Нет сахара, нет питания раковых клеток. Взаимосвязь сахара и онкологии. Эту очевидную и простую истину вы сейчас поймете. И это есть путь к спасению, у кого уже есть эта беда, а у кого нет. Эта информация даст вам возможность реально уменьшить шансы заболеть раком и многими другими серьезными заболеваниями. При онкологии обязательно проводятся разные исследования. И обязательным является КТ с контрастом. Почему? Дело в том, что визуализация после КТ позволяет врачу подтвердить наличие опухоли, ее размеров, конфигурацию, местонахождение и степень поражения ближайших тканей. Безусловно, есть и другие виды исследования. Это и МРТ тоже с контрастом, и ПЭТ-КТ тоже с контрастом. Контрастных веществ тоже существует много. Большинство содержат в себе изотопы йода и бария. А на чем же основан принцип контрастного КТ? Этот принцип сверхточной диагностики выявления раковых клеток, метастазов, основан на биохимии раковых клеток потреблять в десятки раз быстрее и больше глюкозы из-за особенностей своего метаболизма. И иногда делается особое исследование, когда пациенту дают выпить теплую воду, в которой разведена глюкоза, со специальной меткой контрастным красителем-изотопом. Человек выпивает, и через несколько минут его смотрят на рентгене и видят светящиеся точки. Это и есть скопление раковых клеток, это и есть метастазы и опухоли. Онкологи хорошо знают эти принципы и понимают, почему этот метод диагностики абсолютно точен, ну как очевидный факт, без всяких интерпретаций. То есть глюкоза проводит изотопы в раковые клетки. Но я поражаюсь, почему многие врачи вроде бы и понимают это, но не понимают другое, что логически следует из биохимии раковых клеток быстро потреблять для своего ускоренного метаболизма огромное количество сахаров. Глюкоза и фруктозы, без достаточного количества которых они не могут так активно и безудержно размножаться. Такова их природа, такова их биохимия. Да, раковые клетки потребляют в качестве главного источника энергии именно сахара, глюкозу. И если человеку больному раком убрать сахар из своего рациона питания, то раковые клетки будут испытывать голод и не смогут активно делиться. Более того, они будут ослаблены и уязвимы перед любого рода воздействия на них, даже маломальски рабочих. От растительных ядов до любой химиотерапии, лучевой терапии и прочих веществ и методов воздействия. Так что же делать? Это очевидно. И почему лечащие врачи-онкологи не говорят это пациентам? Я просто поражаюсь, вероятно, глупости некоторых из них. Просто сидят в них глубоко в сознании и подсознании, вбитые когда-то со школьной скамьи институтской штампы о якобы необходимости потребления с пищей и жиров, и белков, и углеводов. Ну, то есть, как в одном известном фильме, первое, второе, третье и компот. А также то, что якобы для мозга, для энергии нужны сахара, глюкоза. Ужас. Просто безграмотность. Но они обязаны знать, так как учились этому в медвузах, хотя, возможно, учились по классике, как у Пушкина, чему-нибудь и как-нибудь, что все клетки нашего организма, кроме раковых, могут в качестве главного и даже единственного источника энергии потреблять не только сахара, но и жиры. То есть, не гликоли с циклом Крепса тогда даст вам энергию, а процесс кетоза. Раковым клеткам не будет достаточно энергии жиров, а всем остальным нашим родным клеткам организма вполне достаточно. Более того, этот переход на кетоз даст вам больше энергии и снимет нагрузку из поджелудочной железы, из кровеносной системы, снизится сахар в крови, уйдет инсулинорезистентность, но главное, вы уберете энергию для роста и развития раковых клеток. И у грибков микромицетов, то есть у паразитических дрожжевых и плесневых грибков, которые, кстати, в том числе и вызывают рак. Но первопричины рака, а не вторичные, другие. И об этом вы найдете у меня исчерпывающую информацию в моих лекциях, которые я перечислю вам в конце этого видео, которое вы сейчас смотрите, для вашего дальнейшего изучения. Итак, нужно убрать из своего рациона питания все сахара, и речь идет не только о синтетических сахарах, то есть тех, которых вообще нет в природе в такой концентрации и форме. Я говорю о конфетах, тортиках и тому подобное, чего у разумного человека не должно быть ни на столе, ни тем более в животе. А я говорю даже о натуральных сахарах, то есть содержащихся в фруктах, в ягодах. И их, по крайней мере, временно, тем, у кого уже есть рак, потреблять нельзя ни грамма, ну хотя бы 3-4 месяца. И вот почему. Пока вы едите сладкое, более 20-30 грамм чистого сахара от общей массы съеденной пищи в день, то у вас не заработает этот процесс получения энергии за счет расщепления жиров, то есть китоз, а будет продолжаться гликолиз, сколько бы жиров вы не ели. Запомните, сахар это для вас смерть. Но в последнее время связь сахара и рака пытаются разорвать и применяют методы исследования КТ уже без глюкозы. Сейчас моя небольшая реклама, но, как говорится, оставайтесь с нами, самое интересное и важное будет после нее. Ну и кто не подписался, подписывайтесь вот на этот мой главный канал, нажмите рядом на колокольчик, выберите, чтобы вам приходили все уведомления о выходе моих новых видео. Но если они вдруг не приходят, а с ютубом такая проблема сейчас бывает, то можно поступить еще и по-другому. На нашем сайте nadgar.ru в самом низу, если пролистнуть страничку до самого конца, есть такое поле подписаться. Туда надо ввести свой электронный адрес и нажать кнопку подписаться. И тогда вы точно будете получать от нас все уведомления о выходе наших новых каких-то информационных продуктов, видео, ну и прочей рассылки, которая будет вам весьма полезна. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Захотите, подпишитесь. Скажу так очень корректно. Предполагаю, так как понимая связь такой диагностики, о которой я говорил, с биохимией раковых клеток и логикой, слишком очевидным становится и метод лечения рака. А онкобизнес это триллионы долларов. И главное, это стабильно растущая в плане объема и доходности отрасль. Да, конечно, только убрав сахара из рационной питания, не всегда можно победить рак, особенно запущенный, с осложнениями. Но занявшись комплексным лечением, учитывая все знания и методы воздействия на раковые клетки, можно. И жизнь это подтверждает. Только, дорогие товарищи, не ищите, пожалуйста, волшебные таблетки. Их нет. Вернее, волшебные таблетки есть, но тогда это не сода или аконит, или что-то то, что вы прочли со страниц зоз журналов и интернета. А это серьезный комплекс мер. Только тогда эффект будет наивысшим, а не случайным. А лечение будет структурным и системным, серьезным. Я скоро дам вам очень важные ссылки на мои видео лекции. И не только. Для глубокого изучения анализа этой крайне важной для понимания каждым человеком темы. Хочу особо подчеркнуть, что сейчас появляются методы исследований без применения изотопов красителей. Так называемый чистый сахарный контраст. Который также подтверждает то, о чем я вам только что выше говорил. Для визуализации распределение глюкозы в организме применяется в таком случае сканеры сверхвысокого поля с напряженностью магнитного поля в 7 Тесла. А также специальный метод избирательного усиления сигнала глюкозы. Хотя подобная, более безвредная технология для организма достаточно новая. Но она основана на давно известном эффекте переноса на магниченности. Когда протоны, содержащиеся в молекуле глюкозы, изменяют магнитное поле окружающей воды. Именно эти изменения и улавливает данный сканер. Ссылку на эту информацию я дам вам под этим видео также. Ну а теперь, чтобы видео не растягивать, в завершении скажу следующее. Смотрите непременно вот эти видео мои. В первую очередь по теме онкологии. Первое. Самое главное мое видео. Общие принципы лечения онкологии. Посмотреть его надо непременно всем, досконально. Смотреть несколько раз, ставить на паузы, выписывать, конспектировать. Особенно учтите все, что я говорю о лечебных способностях высших базидиальных грибов. Второе видео и далее. Это мои лекции про оттаварбурга и онкологию. Про грибки-паразиты. Другие вот эти мои лекции по онкологии. Водородная вода. Последнее мое видео на эту тему хотя бы посмотрите. Обязательно вот это мое последнее видео про Wi-Fi, 5G и онкологию. Про эти взаимосвязи. Посмотрите. Если кто-то захочет, так скажем, выпендриться и сказать, что рак бывает не только от этого, то поверьте, что то, что вы придумали или то, что сейчас у вас есть на уме, я давно-давно уже все это описал. Например, в моем видео 9 причин болезни. Ну а теперь дам еще несколько советов. Обязательно посмотрите вот эти мои лекции по сахарам, инсулину и питанию. Первое. Инсулинорезистентность. Второе. Почему у вас тяга к сладкому? Третье. Калории. Четвертое. Кето-диета, веганское кето-питание. Пятое. Интервальное питание и голодание. Шестое. Раздельное питание. Седьмое. Почему нельзя есть после 16.00? Полное логическое обоснование. Восьмое. Кислотно-щелочный баланс. Поверьте, эти видео я даю смотреть не просто так из сотен моих видео, всего-то не более 15 видео. Только посмотрев, выписав, законспектировав, изучив подробно, вы поймете все, и у вас как пазлы разрозненные, как бы сойдутся в единую картину миропонимания. Вы поймете все причинно-следственные связи, все события, явления воедино. После этого и в процессе, конспектировав, помечайте стрелочками, это мой вам совет, все эти причинно-следственные связи между собой. А в самом конце сделайте маленький подконспект. Это всего лишь 2-3 дня работы, но эта информация на всю жизнь вам и вашим близким знакомым пригодится. Помните, предупрежден, вооружен, хочешь мира, готовься к войне. Поэтому это видео мое, важное всем. Дорогие товарищи, неравнодушные люди, передавайте всем, кто вам, по крайней мере, дорог и близок, это мое видео, пересылайте ссылки, делитесь в соцсетями. Я надеюсь, это мое видео крайне важно и полезно было для вас. Тогда поддержите мой канал, мои стремления делать дальше для вас важные видео, раскрывать важные глубокие темы. Ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, кто этого еще не сделал. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Увидимся в других видео. До новых встреч, до свидания.